С вами был Игорь Негода. И говорить мы будем об этом с заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан, недавно назначенным липсицем Леонидом Моисеевичем, которого я рад приветствовать у нас в студии. Добрый вечер. Добрый. Предлагаю присоединиться к нашему диалогу посредством смс-сообщения, отправленного в месседжер в WhatsApp. Номер телефона высвечивается на голубых экранах вашего телевизора. 8-989-892-4040, друзья мои. Слушайте, ну, все, что связано с транспортом, транспортной логистикой, очевидно просто, что вопросов много, но, учитывая то, что вы человек новый, как встретил Дагестан? Дагестан меня встретил замечательно. Мне здесь очень нравится. Здесь замечательные люди, замечательная природа. Здесь есть все, что нужно человеку для жизни. Ну, а транспортные проблемы, они существуют во всех городах. И здесь, конечно, тоже существуют. Я не хочу торопить немножечко эти события. Вы говорите, все хорошо, хорошо встретил и так далее. А Дагестане вы уже были наслышаны или вы уже бывали здесь? Нет, я никогда не бывал. Я был много наслышан. И я работал с дагестанцами там, где я жил в Москве. И мне эта республика была близка еще с тех пор, когда мы слышали песни на стихи Расула Гамзатова. Я помню эти песни, помню эти стихи. Так что я сюда приехал не на то место, о котором я ничего не знал. Я уже примерно представлял, куда я приехал и куда я попал. Леонид Моисеевич, если вы приехали, ну, вспоминая Расула Гамзатова, это понятно. Вы приехали в гостеприимный и солнечный Дагестан. Но если мы говорим о штампах, которые так или иначе присутствуют в средствах массовой информации, правда, надо отдать должное. В последние года полтора-два мы уже видим более позитивную информацию в центральных СМИ. То любой человек, он бы, ну, мягко говоря, немножечко насторожился оттуда. Надо ли мне туда ехать? Ну, вы знаете, меня пригласили сюда люди, с которыми я работал раньше и которым я полностью доверяю. И они доверяют мне, иначе бы меня не позвали. Меня позвал министр транспорта Гажимуратов Шурухан Маханович сюда и руководство республики одобрило его выбор. И поэтому я сюда ехал совершенно осознанно, понимая, что предстоит большая работа, понимая, что здесь придется непросто в плане изменения каких-то менталитетных моментов, которые здесь сложились многими годами. Но это работа, это работа, это нормальная работа. И, так сказать, надо просто ее делать и все. Слушайте, вот мне сейчас 45. Я с трудом представляю себе ситуацию, когда я вот легко оторвался бы с насиженного места, тем более вы работали в столице. У нас люди любят в столицу уезжать, а вы, наоборот, в регион приехали. И с учетом к вашим сединам, я понимаю, насколько вам было сложно этот выбор делать? Вы знаете, не так уж и сложно, честно говоря. Я никогда не был привязан к кабинету, я никогда не был привязан к какому-то месту насиженному. Но да, я жил в Москве, работал, но я работал и в Сочи перед Олимпиадой. Я много поездил по командировкам по всей России, от Калининграда до Дальнего Востока. И для меня поездки не являются чем-то исключительным. Это нормальная жизнь. Сейчас я оказался здесь, но самое главное, что я оказался здесь, потому что меня пригласили заниматься конкретным делом. И это меня, в общем-то, ну в какой-то степени вдохновило, поддерживало. И пока ты нужен, я считаю, надо выполнять свой долг, выполнять вот только себе прощение. Насколько важно человеку, чиновнику, вот не быть привязанным к кабинету? Ну, я считаю, что это очень важно. Особенно, когда связано с транспортом, министерством транспорта. Да, несомненно. Ну, транспорт вообще это такая сфера, которая перемещается и в пространстве, и во времени. Поэтому, чтобы быть в курсе всего и понимать отрасль, в которой ты работаешь, необходимо, конечно, бывать там, где этот транспорт работает. Это и пассажирский транспорт, и грузовой транспорт автомобильный, и железнодорожный, авиационный, и даже трубопроводный, который... Вы знаете, я сегодня узнал, что трубопроводный транспорт тоже бывает. Вообще, давайте, как обстановка в Дагестане? Вот вы приехали, понятно, что вас совсем не просто так пригласили, что, ну, наверное, нужен какой-то кризисный менеджер, который будет достаточно оперативно решать те или иные вопросы, учитывая то, ну, с чем мы сталкиваемся сегодня, с очевидными проблемами, которые сталкивается регион, и не только, наверное, наши. Ну, вот я как раз хотел об этом сказать, то, что, конечно, в Дагестане существуют транспортные проблемы. Они достаточно серьёзные, но они не являются чем-то особенным по отношению к другим городам и регионам России. Те же самые проблемы возникали и в других городах. Аналогичные совершенно. Ну, может быть, несколько в другом масштабе. Где-то, может быть, в большей степени, где-то в меньшей степени. Но специфика сегодня здесь, что эти проблемы, они здесь сконцентрированы. Они сошлись вот в одной точке. И если во многих городах возникает проблема одна, скажем там, ну, проблема с перевозками такси, то в Дагестане, помимо этой проблемы, ещё есть и проблемы другие. Но которые, опять-таки, они присущи другим городам. Просто они здесь все вместе. И надо решать их комплексы. А в чём проблема? Почему в Дагестане именно так наслоились? Просто в других регионах нет морского порта? Только из-за этого? Я думаю... Или, скажем так, горность вот этой инфраструктуры? Просто чтобы люди не подумали, что какой-то проблемный участок, именно порт, просто не в голову пришло. Я понимаю, да. Нет, дело не в инфраструктуре. Как раз Дагестан, он очень удобно расположен. Он расположен на перепуте путей. И то, что Дагестан имеет и портовые мощности, и железнодорожные, и автомобильные, и авиацию, и трубопровод, это как раз большое преимущество. И многие города хотели бы находиться в такой ситуации, в которой сегодня находятся Махачкала и Дербен тот же, и другие города. Дело не в этом. Я думаю, просто считалось, наверное, что транспорт, он сам себя настроит при рыночной экономике. Считалось, что это та отрасль, которой не надо предметно заниматься, потому что она сама себя вывезет. На самом деле, конечно, процессы, которые происходят на транспорте, они требуют определенного регулирования, они требуют вмешательства властей, они требуют объективного подхода, честного подхода к этим вещам. И те люди, которые сегодня заняты на транспорте, они очень хорошие люди. Но им нужно объяснять, что хочет республика, что нужно людям от них. Леонид Максимович, как сделать это так, ну скажем так, менее болезненно? Потому что человек, когда сидит, вот он, вот я рассуждаю, условно говоря, как простой маршруточник, да. Сейчас, когда человек приходит со стороны и говорит, надо все это приводить в порядок, учитывая мой опыт предыдущих лет, я понимаю, что меня сейчас либо отжимать будут, либо, ну, какие-то кабальные, в какие-то новые кабальные условия могут просто загнать. Как это сделать так, чтобы это было цивилизованно, чтобы человек понимал, что люди хотят порядок навести? Потому что очевидно, что грузоперевозки – это отдельная больная тема. Дороги в городе – это отдельная больная тема. Инфраструктура под этими дорогами – это отдельная тема. Ну, я не знаю, что не возьмешь, но определенные болячки. Хотя в целом, опять-таки говорю, видно, что, ну, если говорить о дорожном полотне, да, ну, оно начало меняться в какой-то веке, слава богу. Ну, я могу сказать, что… Я вас немножко загрузил, не с какими вопросами, по-моему. Прошу прощения. Может, я немножечко даже эмоционально… Ничего страшного, я просто задумался над вашими словами, вы, конечно, правы. Но, возвращаясь к первому вопросу, что вот там кого-то отжимать, на чьи-то интересы наступать, дело совершенно не в этом. И, поверьте, Министерство транспорта ни в коей мере не хочет нанести вред кому-то из перевозчиков или кого-то прогнать, кого-то разорить. Речь абсолютно идет не об этом. Речь идет о том, чтобы все работали под ним и тем же правилом. Да, замечательно. Конечно. Хорошо. Да. Я уверен, что любой, будь предприниматель на рынке, либо работник маршрутки, либо автобуса, таксиковый, он хочет работать по этому правилу. Конечно. Но они должны быть понятны и прозрачны и для всех. Конечно. Конечно. Я вам как раз хотел это сказать, что эти правила, во-первых, они должны быть понятны. Во-вторых, они должны быть справедливы. И, в-третьих, это отрасль, которая должна работать на республику. Она должна и осуществлять перевозки, выполнять заказ по перемещению грузов пассажиров, но она должна и пополнять бюджет. Это отрасль, которая должна зарабатывать деньги и должна пополнять бюджет республиканский, давать деньги, которые можно было бы тратить и на транспортные проблемы, и на те проблемы, которые сегодня стоят в республике. И наша задача привести вот эту среду транспортную в работе всех условий, когда действительно будут работать те, кто достоин, те, кто законопослушен, чьи транспортные средства отвечают требованиям безопасности, отвечают всем критериям, которые присущи другим современным городам мира. И пускай работают все, кто эти условия будет выполнять. Если кто-то не может выполнять условия, если перевозка на его транспортном средстве является своего рода аттракционным каким-то, с непонятным завершением, и мы не знаем, сколько этот человек работал сегодня, мы не знаем вообще, есть ли у него права, мы не знаем многое из того, что обеспечивает сегодня безопасность, то, конечно, ему надо поправить свои действия и нужно влиться в ту систему, которая понятно, открыта и приносит людям пользу. И человек, если мы вот говорим сейчас о пассажирском транспорте, он садится или в машину, или в автобус, да, или, значит, другое транспортное средство, там, в электричку, все равно куда, он должен быть уверен, что он приедет вовремя по расписанию, что его поездка будет безопасна. Вот да, она платная, эта поездка, потому что отрасль должна сама себя окупать, она не финансируется из бюджета, это коммерческая составляющая, но люди должны понимать, на что они тратят деньги, когда покупают билет. Для пассажиров очень удобно, но есть люди, которые заняты непосредственным обслуживанием. Леонид Милисевич, вы же прекрасно понимаете, что есть люди, которые уже годами работают, и они порой сами где-то в аренде этого транспорта находятся, там и так далее. Конечно, я как человек с деньгами, я сейчас могу прийти на рынок, у меня хорошие связи, например, и либо я, ну, со столицы приехал, и здесь соотношение, скажем так, денег и возможностей рычагов, да, гораздо больше. У человека, который там, допустим, бизнесом занимался, он приходит в какой-то регион, он может, ну, для него 10-20 маршруток, условно говоря, купить, это вообще не вопрос. 100 машин купить тоже не вопрос, но есть люди, которые там работают уже, и сейчас, понимаете, насколько они будут защищены, когда вот этот переход будет происходить. И вот насколько здесь Министерство транспорта заинтересовано это сделать, я еще раз повторяю, менее болезненно, потому что эти процессы в любом случае, они безболезненны, не проходят. Ну, мы это прекрасно понимаем, и мы понимаем, что помимо того, что на перевозках в республике занято множество людей, эта отрасль несет и социальную нагрузку, потому что она дает рабочие места, и часто для людей это единственный способ заработать деньги, это работать вот на своем автомобиле, пускай не самым лучшим, но на своем и зарабатывать деньги, на которые живет он, живет его семья. Поэтому все действия, которые будут по упорядочению транспортной вот этой системы, они должны быть строго выверены, и они должны быть понятны. И я уверен, что если создать систему справедливую, понятную, и когда человек будет понимать ответственность, когда вот он вышел на эти перевозки, что не только зависит его жизнь и благополучие от того, как он работает, но его близких, его знакомых, его соседей. То есть всех людей, которые так или иначе попадают в сферу, где он трудится, я думаю, что отношение будет другое, но надо людям это объяснять. Надо объяснять. Ну и, конечно, эта система, она должна быть, я еще раз хочу подчеркнуть, она должна быть справедливая, она должна быть для всех одинаковая. И если человек решил посвятить свою жизнь или отрезок какой-то жизни работе на транспорте, он должен работать точно в таких же условиях, как и другие. Ну вот здесь как найти баланс между, скажем так, государственными организациями, которые занимаются грузоперевозками и частными? Потому что мы видим, государственные, они бывают немножечко неповоротливые, да, но человек имеет какой-то социальный пакет, и они более защищены. Но частные, они гораздо оперативнее реагируют на нужды времени, да, вот. Но при этом, опять-таки, люди там работают, мы же видим, что после какой-либо очередной катастрофы, которая происходит у нас на дорогах, на транспорте, будь то, я не знаю, речной транспорт, будь то автобусы какие-то в аварии попадают, после этого мы понимаем, что это человек, который работал либо на частную компанию, и он реально, как вы говорите, сутками не спал. Вот как вот этот баланс, я не знаю, сохранить, или есть какие-то процентные соотношения государственного и частного, которые должны быть транспортом? Вы знаете, ответ очень простой. Вот очень простой ответ. Он заключается в том, что нужно просто соблюдать законодательство. Сегодня в сфере транспорта очень много выпущено нормативных актов. Сегодня практически все этапы организации перевозок, осуществления перевозок, контроля за ними, подготовки документов, отчетов, они все прописаны в законодательстве. Деонид Моисеевич, я боюсь, что они превращаются в формальность. Они отслеживаются как-то. А кто должен следить за тем, чтобы они выполнялись? Ну, формальность... Я боюсь, но на самом деле... Нет, формальность ее превращают люди, которые отвечают за исполнение этих законов по контролю, и которые на эти законы не обращают внимания или закрывают классационные нарушения. На самом деле транспортное законодательство, оно достаточно мудрое. Оно направлено именно на то, что вы сказали. Чтобы обеспечить безопасность перевозок, обеспечить гарантию людям заработка, обеспечить людям гарантию, что он будет работать на нормальном транспортном средстве, а не на какой-то там развалюхе, у которой там отвалятся колеса непонятно когда. И министерство транспорта, мы же государственный орган, и мы как раз должны следить за исполнением этого законодательства. В нем нет ничего в этом законодательстве сложного и нет в нем ничего обидного для кого-то. Оно достаточно продуманное. Но, как я понимаю, здесь существует как бы две параллельные системы в Дагестане. Значит, одна система вот такая законопослушная, а транспортная другая система, которая работает вот по своим, что ли, ну по своему пониманию. Я не хочу другие слова употреблять в эфире, да? По своему пониманию. И наша задача, чтобы вот та часть, которая сегодня работает только на себя, не на государство, да, работает по своему вот этому пониманию, чтобы она поняла, что работать на государство и вместе с государством выгоднее. Это безопасней, это доходней, и это будет являться гарантией работы. Ведь то, что сегодня человек работает на автобусе, которому там 25-30 лет, это же, ну просто, ну опасно. Леонид Моисеевич, ну я вам простую схему приведу, условно говоря, да. Есть государственный, ну автобус, который вроде бы государственное предприятие, но в итоге автобус оказывается какой-то частный. И он все деньги, которые приносит, он приносит в карман какого-то частного лица, потому что этот же автобус, он отдан в аренду, ну человеком каким-то образом аффилирован государственной компанией. И это не только касается автобусных перевозок, это морские перевозки, это какие угодно. Как сделать так, чтобы, ну я не знаю, если есть этот транспорт, ну так не бывает, чтобы, условно говоря, даже вот последние примеры, которые я слышал. В больницу приходишь, оказывается, у всей больницы, во всей больнице все оборудование в аренде. Ну так не бывает, у государства должна быть, это государственная больница, здесь должны быть государством закуплены соответствующие оборудования, которые обслуживают меня как гражданина. Ну слушайте, конечно, когда оно в аренде, это и сказать и на цене, и на всем остальном, и все проблемы у нас потом оттуда вылазят. Я надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. Нет, я понял, о чем вы говорите. Я могу сказать, что вот та ситуация, которую вы описали, когда водитель работает на некое частное лицо и просто... А так вроде у государства какую-то мзду они небольшую передают в государство. Значит, я вас уверяю, что все вот эти вот моменты, связанные с работой на кого-то и передачей каких-то денег за работу, там, из рук в руки, там, из кармана в карман, это все, в общем-то, идет в нарушение законодательства. Это все идет вот по какому-то своему пониманию, как он должен работать, но в государстве четко абсолютно описаны процедуры, как должна быть организована работа на транспорте. Но это то, как раз, о чем вы говорили, да, по своему пониманию, которое здесь есть. Да, 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 да. Ну, я вижу, что здесь в этом проблемы есть, и поэтому мы будем людям разъяснять, в чем выгода, если люди будут работать на государство. Ведь государство, оно не только берет налоги, оно же и защищает, и очень много прав возникает. Люди истасковались потому, чтобы государство защищалось. Понятно, что попытки предпринимаются в лице первого человека в этом государстве, Владимира Владимировича Путина. И люди ему верят. Ну, вот где это вот, сбой дает уже где-то там. Ну, вот мы будем стараться максимально сделать все, что мы можем, чтобы эту ситуацию здесь поправить. Ситуация достаточно сложная здесь, я еще раз хочу сказать. И сложился определенный менталитет, и менталитет такой, ну, негативный по отношению к тому порядку, который должен быть. Но только силовыми методами здесь ничего не сделать. Люди должны понимать, что в их интересах нормально работать. Это и гарантия заработка, это и гарантия, что он сможет на эти деньги приобрести новый автомобиль, когда этот автомобиль у него состарится, и так далее. Как всегда работала транспортная система. Транспортная система, она всегда была самоокупаемая. И сменяемость тех же автомобилей раз в пять лет, это было нормально. Когда парк менялся в пять лет, 20% в год, это всегда было нормально. То, что сегодня происходит, вот из-за того, что идет такая некая неразбериха в отрасли, мы видим, что здесь ходят автобусы чуть ли не 30-летние. Есть и новые, я ничего не говорю. Да, 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 есть новые. И они реально порадовали сердца людей. Вот реально, какая-то ностальгия у людей была. Конечно, конечно, конечно. Нет, я же не говорю, что все плохо. Мы говорим об отдельных элементах, которые здесь вот проявляются. Поэтому надо, чтобы вся отрасль была такая. Надо, чтобы вся отрасль имела возможность себя обновить. Надо, чтобы все водители были квалифицированы. Надо, чтобы люди, которые пользуются транспортом, они не боялись с него входить и пользовались радостью. Леонид Моисеевич, все-таки, понимаете, транспортная логистика подразумевает и соответствующую инфраструктуру по это дорожное полотно. Очевидно, что есть определенные изменения последние годы. Но вот мы до передачи говорили как раз, вы приехали с Москвы. Это регион, он входит в топ по количеству автомобилей на душу населения. Да, на 100 тысяч определенное количество. Мы даже в топ не входим. Но что сделать? Неужели нельзя предусмотреть заранее те ошибки, которые были, допустим, допущены в столице, чтобы их избежать? Министерство транспорта Российской Федерации, я не думаю, что это не просчитывает. Определенные рекомендации же даются регионам. Или это в обязательном... Они на уровне рекомендаций идут? Или на уровне законодательных каких-то актов, чтобы просто избежать... Ну, я не знаю, автомобиль коллапса потом в итоге. Ну, я думаю, что вот в прошедшие годы, да, вот при старом руководстве республики просто не выделялось этому внимания. И коммерческая составляющая, она гораздо более была важна, особенно вот в части вопросов, связанных с движением транспорта. Я знаю, что в городе были застроены красные линии, по которым должны были пройти расширенные дороги. Значит, не перекладывались долго коммуникации и так далее, и так далее. Ну, говоря о других городах, мы можем здесь вот сказать, что... Я имею в виду министерство транспорта, мы можем сказать, что, конечно, здесь не используются практически никакие инструменты по организации дорожного движения, по повышению условий дорожного движения, которые используются во всем мире. Этого просто нет. Здесь нет организованных парковок, фактически. Значит, здесь нет выделенных мест для... выделенных полос для работы общественного транспорта. Здесь нет контроля за многими факторами. Это их дело. Возникает теперь вопрос, как это... сейчас это вообще возможно сделать? Да. Вот мы приходим к тому, что здесь нельзя один вопрос выдернуть и его решать. Здесь вопросы, которые накопились в республике, они требуют системного подхода. Может быть, не так быстро это будет решаться, как вот там что-то сделали и все, сразу поехало. А это кропотливый труд. Это кропотливый труд, который может длиться год, два, три. Но надо понимать, что мы делаем, и постепенно это улучшение будет заметно. Ведь те проблемы, которые накапливались в десятилетии, их нельзя решить за один месяц. Они требуют подхода. Но вы абсолютно правы в том, что сегодня Дагестан, может быть, даже в лучших условиях по отношению к той же Москве, по крайней мере, он может учиться на тех ошибках, которые были. Конечно, конечно. Об этом речь, естественно. Конечно. Москва, она всегда старалась идти впереди, поэтому какие-то совершались ошибки, которые потом поправлялись, но которые требовали временных затрат. А сегодня в Дагестане можно это избежать. По крайней мере, вот для таких городов, как Махачкала, совершенно четко есть рекомендации, что и как здесь должно быть организовано. И это уже опробовано. Это позволит сократить и время, и деньги. Вообще возможности есть, я так понимаю, сделать это все. Но я считаю, что Махачкала вообще достойнейший город и должен стать не хуже других городов мира. И чтобы люди сюда приезжали с радостью и с радостью пользовались транспортной системой. Вот к этому надо просто кропотливо идти. Этих проблем не надо бояться. Они, еще раз хочу сказать, не исключительные. Весь мир через это проходил, но действовать надо быстро. Единственное, я хочу вас немножечко поймать на слове. И надеюсь, вы обещаете нам прийти еще не раз к нам в эфир и немножечко говорить не только о проблемах, но и о методах решения этих проблем. С удовольствием. Большое спасибо за ваше внимание, которое вы уделяете вопросам транспорта. Мне это очень приятно, потому что я всю жизнь работаю в этой отрасли. Конечно, мы готовы говорить на все эти темы и мы готовы советоваться. И мы на сайте министерства сегодня разместили такую просьбу к людям, кто заходит на сайт или на страничку министерства в инстаграме, или хочет по электронной почте обратиться. Мы предложили вот в течение июля месяца нам дать свои предложения по улучшению автобусного сообщения межмуниципального. Очень много проблем при движении автобусов между городами. Там есть и нездоровая конкуренция, есть разные вопросы. Сейчас просто не хочу останавливаться. И мы хотим, чтобы те, кто заходят на наши вот эти сайты, чтобы они подумали, как они видят решение этих вопросов. Подсказали, тоже нам подсказали, исходя из своего опыта жизненного здесь, из той специфики, которая здесь. И мы будем прислушиваться. Ну, друзья мои, в принципе, почему бы не попробовать? Еще раз напоминаем, адрес электронной почты у вас есть, Министерство транспорта. Сам сайт. Сам сайт и, в принципе, позвонить тоже могут люди. Можно позвонить и есть страничка в Инстаграме. Как-то поощряться это будет? Это будет поощряться тем, что все хорошие предложения, которые к нам поступят, мы их обязательно учтем в тех документах, которые мы будем выпускать. И они станут просто нормативом для всех. Леонид Моисеевич, у нас полчаса просто реально пролетело. Мы вам искренне желаем, чтобы у вас все на самом деле получилось. Спасибо. Если от нас какая-то помощь, как от канала есть, мы, естественно, будем рядом. Там, где есть польза, мы постараемся быть рядом. Спасибо. Поэтому, надеюсь, наши встречи еще будут неоднократными. Какие-то пожелания, рекомендации нашим жителям, еще что-нибудь? Если напоследок хотите сказать, пожалуйста. Ну, напоследок, я еще раз хочу пригласить всех в диалогу с Министерством транспорта. И мы хотим воспользоваться опытом людей, которые здесь живут, прожили всю жизнь или прожили какой-то отрезок времени, которые понимают эти транспортные проблемы. Мы их приглашаем в диалогу, и мы готовы сотрудничать, мы готовы прислушиваться к ним. И будем очень благодарны, если вот нам поступят от них предложения. Меня будут ругать за то, что я все равно залез на чужое время. Но скажите, пожалуйста, в случае, если какие-то чрезвычайные ситуации и необходимое вмешательство именно ваше, я не знаю, там, кого-то ущемляют, к вам могут достучаться люди, до вас дойти? Могут, конечно, конечно. Есть сайт, на этом сайте есть обратная связь. Мы моментально рассматриваем все вопросы, которые к нам поступают. Друзья мои, это был онлайн-диалог, у нас сейчас будет рекламная пауза. С нами у нас в гостях был первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан, Липсиц Леонид Моисеевич, который я благодарю от вашего имени. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, мы вернемся после небольшой рекламы.